Не учел погодные условия, не справился с управлением и не соблюдал дистанцию. Топ-3 причин ДТП на зимней скользкой дороге. В автошколе говорят, водители забывают перестроиться на зимнюю манеру вождения. Как правило, при повороте может заносить заднюю часть автомобиля. При этом, это опять же, все зависит у нас от того, какой привод у нас на автомобиле. Передний или задний привод. Если же автомобиль у нас передний приводной, значит мы добавляем плавненько газику и поворачиваем рулевое колесо в сторону заноса. Если же у нас автомобиль заднеприводной, ни в коем случае не добавляем газ, а просто корректируем машинку рулевым колесом. Поворачиваем рулевое колесо опять же в сторону заноса. Если у вас коробка автомата и электронные помощники, резко нажимать на педаль тормоз не стоит Машина станет неуправляемой Для поклонников ручной коробки наш совет Забудьте о педали тормоза в принципе, она может не сработать Но если вы все-таки хотите воспользоваться, то не нажимайте и держите Обеете по ней, это такое ступенчатое торможение Либо, что лучше всего, тормозите двигателем или коробкой по-другому То есть переходим на пониженную, отжимаем сцепление и все, и машина сама потихонечку останавливается Если аварии избежать не удалось, вызывайте ГАИ и сообщите в свою страховую компанию Но и тут есть нюанс Первым делом страховщики посмотрят на состояние резины виновника ДТП Если у него резина в надлежащем состоянии, конечно, к нему претензий не будет Лысая резина у виновника, либо она летняя, либо еще какие-то дефекты на этой резине То страховая компания, получается, выплачивают все равно Единственное, у нее будут потом к виновнику претензии материального характера Она вправе будет с него взыскать ту сумму, которую выплатила пострадавшему ГАИ напоминают, на зимней скользкой дороге надо быть предельно внимательными Строго соблюдать все правила, а лучше без крайней необходимости за руль не садиться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok